Здравствуйте! В эфире программа «Безопасный город», где мы расскажем вам о происшествиях, случившихся на территории нашего региона и о том, что делается для безопасности наших жителей. Смотрите прямо сейчас. Попал под поезд. Что это? Самоубийство или несчастный случай? Чудом живы. В страшном ДТП «Лада» оказалась буквально раздавлена грузовыми автомобилями. 0-4. Знать, как дважды два. Урок газовой безопасности получили младшеклассники брянской школы. Убил и поджег. Пьяное застолье закончилось трагедией. Сломан нос, а где же лось? Водитель пострадал, сбив выскочившего на дорогу лося. Приближалась довольно скучная пора. Стоял на ябрюшу двора, писал Александр Сергеевич Пушкин в своем стихотворении. Действительно, в это время многие из нас подвержены осенних Андрея депрессиям, и некоторые не могут самостоятельно с этим справиться. В категорию последних попал, по всей видимости, человек, решивший покончить с собой на железнодорожном переезде недалеко от станции Хотелева. На кадрах попавших в интернет видно, что человек, спотыкаясь, подходит к путям и ложится на них. Несколько секунд он не двигается. Ему на помощь пришел водитель из остановившейся на светофоре машины. Он буквально вытягивает самоубийцу из-под поезда. Отмечается, что инцидент произошел 23 октября. Имя героя пока неизвестно. А вот в Навле железнодорожную трагедию предотвратить не удалось. Вечером 30 октября рядом с вокзалом на пешеходном настиле 48-летний мужчина пытался перейти пути перед приближающимся поездом. Его смерть наступила мгновенно. Что это было, несчастный случай или самоубийство, определяют правоохранительные органы. Только к станции подходишь. Вмиг наушники сними, а иначе не услышишь поезд, едущий вдали. Под составами пролазить, значит жизнью рисковать. Поезд тронется внезапно, не успеешь убежать. Поезд к станции все ближе, уж вагонов слышен стук. По путям, дружок, не бегай. Страшное ДТП произошло на автотрассе Брянска-Новозыпка в Почепском районе 1 ноября. ВАЗ-21101 оказался буквально раздавлен грузовыми автомобилями. Водитель Мерседеса не учел дистанцию до идущей впереди машины и спровоцировал столкновение с легковушкой. Ту от удара отбросила под газель, которая, в свою очередь, врезалась в дав. Водителя Лады и его пассажира госпитализировались с различными травмами. А вот автомобиль постановлению не подлежит. Видео еще одного ДТП с перевернувшейся фуры появилось в интернете. Авария произошла на объездной в районе Супунева. На мокрой дороге водитель фуры не справился с управлением и в результате грузовик завалился набок. На записи с видеорегистратора отчетливо виден момент аварии. К счастью, водитель фуры отделался испугом и ссадинами. Урока газовой безопасности получили младшеклассники 9-й брянской школы. В роли учителей выступили специалисты компании «Газпром» газораспределения «Брянск». Газовики рассказали ребятам о том, что такое природный газ, как его добывают, как доставляют от места добычи до потребителя. Во время урока дети посмотрели обучающие мультфильмы о том, как пользоваться газовой горелкой в отсутствии взрослых. Узнали самую необходимую информацию. При запахе газа звоните 04, с мобильного телефона 104. В финальной части урока школьники в игровой форме успешно сдали экзамен по газовой безопасности. Каждый из них получил сувенир и яркие памятки с основами безопасности. Субтитры делал DimaTorzok Вечером 30 октября в одном из домов поселка Дедовский Новозыпковского района произошел пожар. Когда огнеборцы потушили возгорание, они обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. Личность погибшей уже установлена. Ею оказалась 31-летняя местная жительница. По словам соседей, погибшая вела асоциальный образ жизни, была лишена родительских прав. В доме часто устраивались пьяные застолья, в которых она принимала участие. По подозрению, в убийстве задержан 44-летний мужчина, ранее уже судимый за совершение преступлений против жизни и здоровья. По версии следствия, пара распивала спиртное, затем поссорилась и подозреваемый убил хозяйку дома ножом и топором. Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении фигуранта уголовного дела под стражу. Расследование продолжается. Пьянка редко когда заканчивается мирно. На скамье подсудимых в ближайшее время окажется 19-летняя уроженка поселка Вышка в Злынковском районе. По версии следствия, ночью 17 июля обвиняемая в одном из домов распивала с друзьями спиртное. Компания вела себя шумно, поэтому соседи вызвали полицию. На просьбу стражи порядка вести себя тише, девушка повела себя агрессивно и распылила им в лицо газ из баллончика. В итоге двое полицейских получили химические ожоги глаз. За совершенное преступление девушке грозит до 10 лет колонии. 44-летний мужчина пострадал от встречи с Лосем. Он ехал за рулем своего автомобиля Ситроен С4 в сторону Брянска и сбил внезапно выбежавшего на дорогу Лося. Авария произошла около половины 10 вечера на 131-м километре автодороги Брянск-Новозыпков, граница с Республикой Беларусь, Унеческого района. После столкновения машина съехала в кювет. В ДТП водитель сломал нос. Ему потребовалась медицинская помощь. Судьба животного неизвестна. По факту случившегося проводится проверка. Настало время трех вопросов прокурору в рубрике «Правовой аспект». В каких количествах осужденным разрешается получать посылки, передачи и бандероли? Согласно пунктам А.Б.Ч.1.90 Уголовного испанного кодекса Российской Федерации, женщинам и лицам, содержащимся в воспитательных колониях, право получения посылок передачи бандеролей дается без ограничения их количества. Осужденным к лишению свободы бывающего наказания в обычных условиях, в исправительных колониях общего режима разрешается получать шесть посылок или передач и шесть бандероли в течение одного года. Осужденным отбывающим наказания в облегченных условиях данных колоний разрешается получать двенадцать посылок или передач и двенадцать бандеролей в течение года. Осужденным отбывающим наказания в строгих условиях данных колоний разрешается получать три посылки или передачи и три бандероли в течение одного года. Осужденным к лишению свободы отбывающим наказания в обычных условиях, но в исправительных колониях строгого режима, разрешается получать 4 посылки или передачи и 4 бандероли в течение года. Осужденным, которые отбывают наказание в увлеченных условиях данных колоний, они могут получать 6 посылок или передач и 6 бандеролей в течение года. Тем осужденным, которые бывают в строгих условиях наказания в данных колониях, им разрешается получать 2 посылки или передачи и 2 бандероли в течение одного года. Разрешается ли больным осужденным и осужденным являющимся инвалидами получать дополнительные посылки и передачи? Согласно части 2 статьи 90 Уголовного испортного кодекса РФ, больные и осужденные, осужденные являющиеся инвалидами 1 или 2 группы, могут получать дополнительные посылки и передачи в количестве и ассортименте, определяемых в соответствии с их медицинским заключением. Подвергаются ли посылки, передачи и бандероли досмотру? Да, согласно части 4 статьи 90 Уголовного испортного кодекса РФ, посылки, передачи и бандероли подвергаются досмотру. И на сегодня это все. Цените свою безопасность как самое главное ваше право. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин